Что нужно дать мне денег, и они будут рожать? Вы знаете, как избирательный проход? В 1965, например, году, вот когда Лидон Джонсон заместил Кеннаджи, в Штатах 90% чернокожих детей, тогда они назывались неграми, рождались в полной силе. Вскоре были введены прогрессивные воспоможествования матерям-одиночкам на детей. Оказалось, что выгодно иметь нескольких детей, потому что ныть деньги можно скромно, но вполне сытно и безбедно жить. И вот прошло полвека, и сегодня 80% апроамериканских детей рождаются у матерей-одиночек. Ну, потому что материально поощряется несоздание и разрушение семьи. Это же совершенно естественно. Но это работает почему-то у Афроамериканцев, а у белых не работает. Вот белым платили бы те же самые деньги, а они все равно не хотят. Черт возьми. Может, у них сознательности мало, может, они дальше ухли по лестнице эволюции, как убегают расисты, доверят в расистов. Но тем не менее. И таким образом у нас процесс глобализации, первое, он связан с уменьшением населения. Однозначно. Народу будет все меньше и меньше, и на глазах происходит замещение представителей Эдносов, которые создали эту цивилизацию, Эдносы не иными. Мы ни в коем случае не говорим, что одни народы лучше, а другие хуже. Что одни умнее, а другие глупее. Вот все хорошие, все по-своему одинаковые, но одни это одни, а другие это другие. Вот то, что происходит в общем и целом везде. Это первое. Это второе. Уменьшение это первое. Замещение это второе. Ну, вы понимаете, вот когда-то, уже более 100 лет назад, великий социо-психолог Густав Липун, тот самый, который знаменитая, это либо психология ТОЛ, который лежал на столе у всех. У Муссолини, у Ленина, у Сталина, у Гитлера и так далее. У Липун это тоже лежал. Вот этот Липун и сказал, что национальный характер народа, его традиции, привычки и ментальность и определяют, какое государство создает народ для того, чтобы им пользоваться в нем жить и самоуправиться. То есть, это то, что может подойти немцу, может не подойти к ланголезцу. Ну и в общем и не подходит, если посмотреть на практику. А Монтескё когда-то сказал, что демократия, возможно, только в маленьких странах, где более или менее все друг друга знают и можно действительно о чем-то говорить, потому что иначе делегирование прав не начинается, а потом скидывают короля. Хотя Монтескё посолдотов. И отцы основателей американской конституции очень долго сутили людей. Как им организовать государство, чтобы вот и работали в законном Тескё, потому что иначе в самом деле вот так не будет. Поэтому они решили создать союз независимых государств. Не то, чтобы вовсе независимых, но в каждом штате свои законы и свое правительство, которые достаточно хитро созносятся с общими федеральными законами и властями. И, да, извините, пожалуйста, к сожалению, не сбивает. Смотрите, извините, я сразу... Да, генозову. То, что подходит и ориену, не подходит и корове. Грубо говоря, потому что разное требуется государство. Вот поэтому модель, условно говоря, англо-саксонская не пришлась в Россию. Ну и история уж больно разная. Понимаете, вот если взять историю Англии и Соединенных Штатов, историю России слишком много разного. Нельзя вот брать и переносить модель механической. Всегда невозможно. Ну а получилось у нас, по виду Степану Трюченову, мы бессмертному вышла, как всегда. Следующий момент. Это на Западе левое. Ну вообще левые считают, что фашисты это право. Но фашисты тоже левые. Видите ли? И ведь Муссолин был социалистом. И вообще фашизм, кто знает по-итальянски, самый правильный привод на русском, это коллектикизм. В 22-м году, когда Муссолин пришел к власти, Ленинг его приветствовал как социалист. Социалист как. Ленинг тоже был социалист. Он бы национал социалист. Если читать его, то, что он писал, что мы искренним капитализмом, мы будем с ним бороться, Германию для трудового немецкого народа. Да, немецкого. Для трудового. То есть, все это в виде социализма. А то, что они вцепились друг в другу в глотку, так внутри видовая борьба самая острая и упрямимая. И на социальном, и на биологическом уровне. Так вот, упомянутые левые, кроме того, что они не понимают, что они борются за равенство, а на самом деле строят консульгер. Вот у людей заклинивает мозги. Если им что-то хочется, то думание отключается. Они все знают фамилию Орвала. Они все знают роман 1984. Они не понимают, что они строят Англсоц, что они строят консулагеря на Калиме, что они строят Кампучино с полкодовыми мотыгами. Но еще одна вещь. При этом в социализме увеличивается расслоение между плетлями и богатыми. И увеличивается больше непростой причиной. Для того, чтобы все жили более ратно, нужно богатых обложить большими налогами. А если их обложить большими налогами, но не закрыли границу колючей проволоки, то они сбегут. А когда они сбегут, то они не будут в стране платить никаких налогов. В результате денег сами только меньше. Это то, что произошло с социалистическим городом Детройта. Когда-то мировой автомобиль не столкнулся. К власти пришли чернокожие социалисты и сказали, что сейчас мы этих толстых сумок обложим налогами. И автомобильная промышленность сбежала из Детройта. И теперь это город приезда к руинам Детройта, после атомной войны и прочих прочих. Вот это социализм, про который сказал Маргарет Тэтчер, все хорошо, пока не кончаются чужие деньги. Так вот глобализация сопровождается расслоением. Еще одна страшная вещь в этом расслоении. Я сейчас участвую в одном митературном проекте с молодыми ребятами, девчатами. Ну, им лет 25-28. Вы знаете, удивительно, грамотные, образованные и умные люди. Вот я и мои друзья в таком возрасте, по-моему, были глупее и необразованнее. А эти, ну, просто молодцы, мы, ну, просто молодцы. Но при этом они отличаются от крупного меньшинства, вот, ну, не знаю, как обезьяна от крокодила. Как будто два разных биологических вида. И пропасть это увеличивается. Заметьте, требуется все меньше людей, чтобы травмить всех остальных. Если сегодня, скажем, достаточно 15% работающих и остальные 85% они прокордятся. Эти 85% только бы под ногами не путаются. Но если их ничем не занять, то с одной стороны будет наркомания, с другой стороны преступность. И начинается изобретение рабочих мест. Самый бестолковый раппорт, который лично я не считаю раппорта дыли, это GFK. Дронхенды, значит, и вы, и Майорки. Ну, в общем, точно. Такая страна, как штат, такой бездарный раппорт. Но это к тому, что там натыкано огромное количество и афроамериканских женщин, которые регулируют кучу очередей, кому куда идти. Я никогда не видел людей, которые будут в более длинную очередь, если рядом более короткие. Но надо создавать рабочие места. И они вот работают и отправляют людей, пока они отправляются в той момент. То же самое в Китае выглядит очень мучше. Во-первых, там очень красивые китайские деревья. Во-вторых, они очень хорошо одеты. Красные, такой бордовый. В-третьих, они очень вежливые, милые и тихие. И в-четвертых, там все почему-то как-то само прекрасно организуется. Что касается создания рабочих мест. Выдумываются рабочие места. Потому что иначе человек не организируется, ну и так далее, и так далее. К сожалению, от этого нет противодействия. Потому что если машины могут производить больше, а живые работники не нужны, то будут увольнять живых работников. Вот, начиная с первой прялки жизни, и вот, очевидно, что кто-то изобрели стремительные технологии, а стало можно экономить рабочую силу, это уже все понимаешь. Это вот людей будет сильнейшим, будет продолжаться расслоение между элитой, которая будет всем руль. Кстати, у богатых больше детей. В богатой семье сегодня легархи, легархи, милархи и так далее, 4-5 детей совершенно не рядастей. В семье среднего класса 4-5 детей сегодня. Это очень редко. Внизу, но это только в Африке больше 4-5 детей. Это не даже в исламских странах. Потому что в Палестине, в Африке, в Африке, в Африке. Так вот это расслоение не только на богатых и бедных, но еще на умных и неумных, а еще на энергичных и чистолюбших. И на тех, у кого энергии чистолюбия не хватает, потому что иначе. В мое время нам объясняли, что в Советском Союзе вот человеку открыты все пути снизу вверх. Выражение социальной лифты тогда не употребляли, хотя в самом деле знаменитый снимок Ленин с крупской автомобилей, ну что это в царстве урл-стройства мы говорили, конечно, а рядом два беспризорника. Один из них действительно стал крупным биологом в Академии Кургенетической. Но, смотрите, премьер Англии Лойб Джордж был вообще сиротой и племянником Сапожника. И тоже как-то вышел. То есть, если человек чего-то хочет и может, он пробьется всегда. И сегодня на Западе такое количество разнообразных грантов, поощрений, стипендий в обетворительных государственных таких языках и прочее, любой, кто чего-то стоит, может быть наверху. Но вот это освоение, оно уже принимает биологический характер, потому что все-таки интеллект наследуется. Чтобы не говорили современные политологические иллы, но вот простые люди-селекционеры, которые заводчики собак, кошек, лошадей, все биологи прекрасно знают, что интеллект наследуется. О чем там говорить, понимаете? Только когда заходит речь о людях, вот тогда ни в коем случае. Ну, это все следствие второй гормой войны и издержек расизма и третьего рейха. И вот в этом мире, который продолжает расслаиваться, вдобавок ко всему, люди уже и сейчас заменяются машинами, изменяются так мягко, так мягко, что, в общем, это не замечается. Вот когда в декабре прошлом был культурный фон, вот в этой пирамиде рядом с главным штабом, меня потом спросили, ну так что же, получается, что машина победил человека? Нет, не победила. Не будет никакой больницы. И нет ее, в общем, и не было. Потому что человек сам изменяется этой машиной, и машина в нас на глазах становится главнее. У меня, к сожалению, сейчас будет в голове как зовут того парня американского писателя, немножко футбололога, немножко научпоп, немножко компьютерщика, у которого вышла книга «Переводим на русский «Переводим на футбол». Второй назад очень полезная книга, которая мне, который даже у компьютера открыла нам многое глаза, потому что пишет он «Нам нужно привыкнуть, что теперь мы и следующее поколение наших детей всегда будут новички с компьютерами, всегда будут учиться, программы будут меняться все чаще, мы никогда не будем за ними успевать, компьютеры будут все умнить, а мы будем все пытаться хоть что-то в этом применить». Вот эти постоянные обновления к этому ведут, потому что вот непростому человеку нужно от телефона одно, чтобы он звонил. Больше мне ничего не будет. Казалось, необычно выпускать простые телефоны для полных чайников и диалогов. Ничего подобного. Надо же задвигать что-то более дорогое и общеконкурентоспособное на рынке. Это конкретные причины. А общая причина идет все сложнее, хотя масса людей хочет, чтобы расходный сегмент попроще. это относится ко всем программам, это относится к компьютеру. Мой компьютер может в тысячу раз больше, чем мне надо. Мне одного столько не надо, но он регулярно шлет мне привет, почему он живет внутренней жизнью, меня абсолютно не спрашивают. Он сам обновляется, сам перезагружается, сам говорит, привет, как хорошо, что ты здесь опять, какое твое собачье дело. я щелкаю на какую-то статью и сразу потом шлеп, четыре предложения, что еще могу. Я сам знаю, что мне надо. Он воспитывает соответствующего потребителя. Если раньше, еще сто лет назад с небольшим, для Куприна, Молох, завод, Чарли Чапли, зарабатываемая жизнь, этот образ завода, который выжирает человека, это метафора, да? Вот сейчас машина делается все в окне. Компьютер самоусложняется, не для потребителя. И существует масса людей, которые, вот смотри, есть один реактивный военный смол. Допустим, одноместный, двухместный оперативный истребитель по мандару на него работают на один самолет. Сколько-то тысяч человек. То есть, кроме того, что кто-то разведывает в тайге, нужно добыть металл, нужно добыть то-сё, нужно выплавить, нужно скомповать, нужно сконструировать, кроме того, нужны техники, нужны заправщики, нужны оружейники, нужны радиолокадры, и так далее, и так далее. Вопрос, а кто на кого работает? Получается, что он подчиняет их всех себе, и куча народу. Работает в эту штамповку, пусть титану уже 25-ти тонн, который, слава богу, если никогда в жизни не пригодится. С компьютером он столько всего умеет, чего его не просит. Но природа так устроена, что если в биологическом материи вот один раз придётся центральная нервная система мозга, он уже никогда не будет меньше, только больше. Вопросы о колебаниях объёма мозга у человека, что у неандертальцев он был несколько больше, 300 лет назад несколько больше, а сейчас несколько меньше, это на сегодня вопрос дискуссии. Смотря как мир, смотря как считать, и так далее, и так далее. Но в общем и целом только от меньшего к большему. Это относится ко всему в природе, это относится ко всему во Вселенной. Всё, что есть, идёт по линии усложнений, идёт по линии более сложных структур, идёт по линии всё большего потребления, переработки и выделения энергии. И таким образом через такое-то время мы будем нужным машинам меньше, чем сейчас. Когда искусство, неорганические системы замкнутся сами на себя и смогут прогрессией перерабатывать всё больше материи и потреблять и выделять всё больше энергии в силу своего устройства и связи между собой то люди с точки зрения вселенской функции, с точки зрения своей обусловленности всей эволюции вселенной будут ли эти эволюции нужны? Вот и часто звучит ну там то-сё илубовия, фантастика, гипотезы, но это так и есть. Вот совершенно так и есть. И вот эта глобализация связана ещё и с тем, что люди становятся всё менее нужными. Кроме того, эта гибридизация, то есть соединение человека как органической системы с неорганическими деталями, она прекрасно нарастает. Сначала были протезы конечностей, пластические жаруги, это немцы, первая мировая война, и потом клапан сердца, потом то-сё, а потом, значит, это гиоэлектронные протезы, что будет дальше, трудно сказать. Потому что в сущности, если сильно постараться, можно заменить более или менее всё. Кроме того, сегодня, вот что невозможно предсказать, по какой линии пойдёт усложнение искусственного интеллекта, потому что в результате современный самолёт очень мало похож на птицу. От него требуется функция. Парабос не похож на Алинии или Гепарда, там чемпиона по скорости, вообще нисколько, но ездит он быстрее и тащит он больше. Таким образом искусственный интеллект будет выглядеть совсем не так, как мы себе представляем, но отлично будет справляться со своей работой и процесс глобализации связан с самозамещением людей машинами, а ещё от Евгеньки для них. Хотя вообще на руковь времена для Евгенька это фашистские какие-то замазки, как это так человека конструировать. Да, так, а что? Ну, если можно лечить болезни, если можно оперировать, исправлять какие-то дефекты, почему это нельзя сделать на уровне генетического, а кроме того, всё, что однажды было открыто обязательно для природы. Это Божий закон природы. И вот в этом глобальном мире, где элита будет размещать производство в одном месте, деньги в другом месте, учебные центры в третьем, отдыхать в четвёртый, а сбывать продукцию в пятом, большая часть населения нечего, и фактически оно будет жить в огромных резервациях, где уникнут хлеб и зрелища. Скорбом. И мы выдумываем всякие искусственные занятия, но дело в том, что когда у человеческого общества, которое в общем называется часто социумом, отсутствует социальная цель, отсутствует основание для борьбы и достижения ничего-то. Этот социум вымирает, его никто не расстреливает, его никто не тралит к семьяну, он перестаёт размножаться. Вот всем привет ознаменит опыта вселенной 25 с белыми мышами. То есть вот тогда и появляется масса гомосексуалистов, масса бездетных самок и масса самцов нарциссов, которые более всего ухаживают за собой, перестают отвоёвывать своё жизненное пространство и защищать его, перестают вбокить потомство и всё кончается, потому что мы зачем? Вот поэтому и есть ещё похожий грест и пересекают единочный шлюх в агнатичес океан и так далее и так далее. Так что наше будущее на самом деле весьма нехорошо и судьба России здесь это один из локальных промежуточных этапов. Что с одной стороны можно успокоить, с другой страны нету, потому что конец где-то и как-то общий. Вот Китай в какой-то мире может это не пихотов. А что касается остальных здесь вот я не знаю. вот как оно по всему понимаете получается я повторяю во всем этом нет ни капли фангазии хотя точно никогда ничего нельзя рассказать а может как вы не знаете браться от солнца отойдется кусок прилетит и дает ему посадку спасает сосед и все может быть но пока все идет примерно вот так задавайте вопросы